Сохраняя культурное наследие, восстановление порушенных святынь под Москвой сегодня это общее благое дело, от которого не остался в стороне и Щелковский район. Так вот, уже второй год проходит благотворительная акция, привлекающая широкий круг общественности, организованная Комитетом по образованию при поддержке районной администрации, Совета депутатов Щелковского района и Щелковского благочиния. На этот раз она посвящена помощи в восстановлении Знаменского храма села Ивановское Волоколамского района и храма Покрова Пресвятой Богородицы Латашинского района, разрушенных в начале 40-х годов Великой Отечественной войны. В рамках акции в районном культурном комплексе проходит ярмарка. Здесь представлены различные работы и поделки родителей, учеников и преподавателей образовательных учреждений Щелковского района. Прикладное творчество, сладости, различные сувениры – все это выполнено своими руками. И главное, что в каждое изделено вложена частичка любви, добрых сердец. Продолжилась акция благотворительным концертом обучающихся и преподавателей учреждений образования. В концертном зале собрались районные власти, представители духовенства, педагоги и руководители школ и детских садов, ученики и их родители, жители Щелковского района, неравнодушные к судьбе святынь подмосковной земли. Они это делают по воле сердца, по воле души. Они делают это с истинными намерениями и чувствами. Для того, чтобы подрастающее поколение, которое мы с вами сегодня растим и воспитываем, знало свое культурное наследие, сохраняло его и приумножало. Пройдет немного времени. Я думаю, мы осилим все вместе и восстановим эти порушенные святыни. И выполним поколение нашего архивея, владыки Ивеналия. На сегодняшний день в Подмосковье более 200 храмов нуждаются в восстановлении. Разрушенные в прошлом столетии, их состояние не может вызывать сожаления. Но, к счастью, есть те неравнодушные сердца, готовые внести свой вклад, помочь восстановлению святынь Малой Родины. Все сделано с душой, с сердцем, ради доброго дела. И у меня такое ощущение, вот мы проводим, наверное, акцию, вот именно восстановление порушенных святынь вторую, а вообще у нас уже было три благотворительных акции, посвященных празднику детства, приуроченных, на которых мы собирали деньги на лечение детей, ну, наших либо учеников школы, либо воспитанников сада. С каким удовольствием и воодушевлением все включаются в эту работу. Благотворительный концерт прошел на одном дыхании. Лирические, яркие номера, музыкальные произведения великих классиков и современных композиторов. Искусство движения, танец. В каждое выступление артисты вложили частичку своей души, не оставив роднодушными к своим талантам и мастерству всех присутствующих в зале. Это наше общее дело. Это наша память. Это наша духовность. Это то, без чего не может быть будущего. Поэтому это действительно важно, когда и педагоги, и дети вносят свою частичку в это общее дело. Я с удовольствием приняла в этом участие, потому что хочется внести свой вклад в это дело, в это благое дело. И хорошо, что у нас есть такие люди, которые организуют такие мероприятия. И, конечно, все средства, собранные с концерта и выставки ярмарки, направлены на благое дело восстановления двух подмосковных храмов. Анна Бальет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».